Пламенный привет на канале Мистера Арманиуса, и это эстафетная династия Палмер, серия номер 19, мы продолжаем играть, теперь серии будут подлиннее, потому что я буду снимать целых 2 сим дня, чтобы не затягивать династию на целых там 50 серий, да, хочу побыстрее закончить и... Так, наша, 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 кто? Как ее зовут? Элизабет, я уж так давно не играл, уже забыл все имена, блин, почему время так быстро идет, прям очень-очень быстро и, не знаю, так незаметно все пролетает, нужно снимать династию почаще, потому что что-то я прям затягиваю долго, так, Оскар, Оскар у нас спит и он сегодня не работает, удивительно, хорошо? Тогда, кстати, я хочу нанять дворецкого, да, потому что я как-то его не рассмотрел хорошо и думаю, что Палмерам не помешал бы дворецкий, личный дворецкий, это ж так круто, у них тем более очень большой дом и я внизу сделаем, сделал спальню для дворецкого, потому что, потому что места наверху нету, пришлось сделать подвали и, короче говоря, у нас будет свой личный раб. Давайте мы его сейчас наймем, заказать услугу, да, заказать услугу, давайте закажем. Итак, где он? Дворецкий, 175 миллионов, немного, хотя у нас бюджет семьи довольно-таки маленький, но я думаю, что мы сможем накопить побольше денег. Академия дворецких Винденбурга предлагает вам кандидата на место дворецкого с проживанием для вашей резиденции. Хорошо, потрясающе. Так, детки у нас проснулись. Блин, так жалко, что мы не дотянули до того момента, когда они, когда вышли эти тоддлеры, я их уже повзрослел и теперь они пропустили тот момент. Короче говоря, мы теперь не увидим их в виде тоддлеров. Ну ладно, все равно у Софии скоро будет ребенок и у Элизабет совсем скоро уже, у нее уже второй триместр, да? Да, через три часа будет только. А почему она ходит в полотенце? Почему ты ходишь в полотенце? Давай-ка ты переоденешься. Кстати, у нее очень хорошие потребности, удивительно. Софии кто-то звонит. Здравствуйте, Софии, предлагаю продолжить изучать уникальную культуру города. Говорят, сегодня в 8 часов вечера будет опера. Какой-то хот-дог приглашает нас на оперу. Думаю, что нет. Нет, мы не пойдем никуда. Так, кстати, очень удивительно, что сегодня всю ночь Дилан и Элизабет разговаривали, прям всю ночь сидели, болтали, смеялись. У них, смотрите, как отношения поднялись и я вообще их не трогал, они сами разговаривали, это очень-очень странно. Так, питание. Он решил съесть мороженое, серьезно? Ну ладно, пускай ест. Почему бы и нет? Достей четвертого уровня в навыке обаяния. Это хорошая идея, поэтому... Где наш дворецкий? Дворецкий, ты где? Ты нам нужен. Мы сегодня идем на работу вместе с Келвином, потому что мы давно уже не ходили, я думаю, что пора уже отправиться. Что-то мы на него вообще забросим. А, вот и дворецкий! Круто. Давайте мы сразу тогда закроем дверь вот здесь, запереть дверь всех, кроме дворецкого. И присво... А, выбрать кровать. Вот. У нас будет старушка. Прикольно. Она починит, серьезно? Нет, она не починит. А ты можешь починить? Как ее заставить? Можно тебя заставить? Дворецкий. Дать задание. Приготовить. Починить предмет. Вот. Все, мы можем ее заставить. Как это круто. Смотрите, колокольчиком. Да, это круто. Когда у тебя есть личный раб. Кстати, дети ушли в школу, они уже сделали домашку, так что... Завершено. Завершено. Замечательно. Думаю, что... Линда очень подружится с Келвином, у них будут одинаковые интересы. А Дилан у нас тоже на работе сегодня. Я решил, что она отправится, пускай, на работу. Итак, мы ждем, пока Келвин доест. Элизабет, как у тебя дела? Она решила тоже убираться на нас. Чистюля, что ли, или что? Нет. Не знаю, кто она. Кстати, у нас с садом просто ужасно. Прям ужас-ужас. А ну-ка, можно заставить ее, чтобы она ухаживала за садом? Дать задание. Полить растения, вау! Это еще и садовник, и уборщица, и вообще... Все, что захочешь. И няня. Да, нам няня не помешает. Думаю, что мы подружимся с этой женщиной. Она станет членом нашей семьи. Так, Оскар. Оскар у нас ест запеканку така. Че? Келвин, мы идем на работу? Пока что нет. Ну хорошо, подождем. Какой у него там уровень уже? Визит директора. Сегодня директор школы придет в класс. Все должны вести себя безупречно, не прерывать урок. К сожалению, Линда чувствует, что ученик, сидящий позади, чем-то в нее кидается. Стоит ли его проигнорировать или все же попросить остановиться? Линда бы попросила остановиться, поэтому... Так, Линда пишет записку, в которой говорится, перестань, или я все расскажу. И передает другому ученику. Ученик комкает бумажку и... Брось, ее попадает в преподавателя. Разозлившись, преподаватель отправляет обоих в коридор. Да. Понятно. Она сердитая. Изгнание в коридор. Блин. Нужно было игнорировать. Ладно. Присоединиться. Присоединиться, да? Все. Так, ежедневные опыты. Ну, это мы уже сто раз читали. Келвин отправляется на работу. Шесть тысяч. Серьезно? Целых шесть ка? Блин. У нас, смотрите, бюджет просто очень маленький. Нужно работать. Кто-то у нас тут поет. Так, ладно. Надеюсь, что не будет никаких авторских прав. Так, все, мы заплатили, да? Сделать открытие. Давайте мы сделаем открытие. Не знаю, каким образом это делается. Давайте будем учиться анализировать. Где-то внизу у нас, да? А нет, вот. Где-то здесь. Давайте будем учиться. Надеюсь, что сегодня мы сделаем восьмое открытие. Хотя это не особо обязательно. Давайте заставим остальных развивать навыки рисования. Развить навык фитнес. Развить навык комедия. Остальные работают, да? Дилан будет у нас упорно работать. Потому что он у нас политик. Ему нужно серьезно относиться к работе. Это самая ответственная работа, наверное, в Симс. Усердно учиться. Нет, стоп. Давайте сначала они будут знакомиться. Это же первый день в школе, поэтому можно познакомиться со всеми. Да. Келвин. Хорошо, понятно. Где наши родственнички? Их здесь нет. Ольга, смотрите. Льюис Диксон. А вот и наш родственничек. Ну, кстати, вы понизили или нет? Сумасшедший ученый. Не знаю. Наверное, понизили. Почему-то у него костюм другой. Или тогда должно быть? Ладно. А у нас вообще начальник есть? Он тут отображается? Что-то я не вижу. Мне кажется, нет. Не знаю. Что-то я сам... Я его не вижу. Так, как его зовут вообще? Мы с ним знакомы или нет? Томас Палмер. Томас Палмер, мы знакомы. Вот он. Коллеги. Он не наш начальник. А кто начальник тогда? Или в этой карьере нет начальника? По идее, должен быть. Все, можно ускорять. Давайте будем учиться. Когда он там повысит свой этот... Открытие когда сделает? Изобрести модель сохранения импульса. А мы разве не делали его? Нет? Давайте сделаем. Так, где-то у нас тут робоконструктор был. Внизу, наверное. Так. Где-то. Где-то тут. Нет, его здесь нет. Не знаю, будем ли строить мы ракету. Скорее всего... А, вот робоконструктор. Так. Изобрести устройство. Модель сохранения импульса. Хорошо. Значит, мы еще не делали. Давайте сделаем. Он, кстати, хочет в туалет. Такая громкая музыка. Давайте мы посмотрим, добавили ли новые какие-то... Станции. Может быть. Добавили? Нет. Мы не можем здесь посмотреть. Ладно. Так, это кто у нас тут ходит? Какая классная симка. Алина Дворченко. Только посмотрите. Алина Дворченко. Сумасшедший ученый. А мы... Мы просто изобретатели сывороток. Бывает. Ну ничего. Наш Келвин, он достигнет больших успехов. Я надеюсь, по крайней мере. Он, наверное, будет... Он, кстати, еще даже не знает, что он бесплодный. Кажется, он еще не знает. Мы еще об этом ему даже не говорили. Тем более... Тем более... Дейл унес это с собой в могилу. И никто об этом не знает. Подправить кофеварку? Серьезно? Ну давайте сделаем. Где наша кофеварка? Видимо, он хочет выпить кофе, да? Так, вот наша кофеварка. Подправить. Это должно нам помочь. Давайте мы тогда ускорим. Будем быстрее все это делать. Потому что время не железное. Да, давайте. Подождем. Блин, он хочет в туалет. Давай тогда побежишь в туалет. Я не хочу, чтобы ты описывался. Это будет странно. Плазменную гравилампу? Вау. Это интересно. Это очень интересно. Что-то Келвин очень долго думает. Гигиена. Так. Ну ладно, думаю, что можно потерпеть. Давайте мы тогда подправим кофеварку. Где она? Вот она. Подправить кофеварку. Надеюсь, что мы сегодня получим золото. Линда и Эван познакомились в школе. Замечательно. Это круто. Нам нужны знакомые. Потому что нам вообще-то нужно знакомиться с людьми. Может быть, это будут будущие кандидаты на пару. Что-то я слишком долго думал. Так, ну что. Келвин, давай. Я, кстати, не знаю, кто будет у нас наследником. Может быть, кто-то из этих детей уже будет наследником. Посмотрим. Подправить компьютер. Изобрести плазменную гравилампу. Так, ну лучше тогда подправить компьютер. Где он? Где-то тут. Вот. Какие-то дорогие компьютеры. Это вообще недоступно. Это все из отладки взято, наверное. Здесь весь участок из отладки. Смотрите. Вот это все находится в отладке. Так что. Да. А улитка, я не знаю. Она, кстати, очень так классно проработана. Хоть она и увеличена, но она так классно выглядит. Безумно классно. У нас, кстати, тут камни есть. Я бы хотел изобрести еще... О, кстати, смотрите, выросла. Офигеть. О, мы сделали открытие. Записывает идея Панацея. Мы, кстати, сыворотки еще не изготавливаем. Но, кстати, это очень интересно вот это все делать. Мы этим обязательно займемся. Поработать над ракетой? Нет. Давайте мы создадим... А, положить устройство. Точно. Я совсем забыл. Так, я хочу изобрести устройство. Спутниковая тарелка. Обычный металл и обычный кристалл. Я хочу спутниковую тарелку. Может быть, она у нас вылезет? Потому что я хочу, чтобы Келвин как-то связался с пришельцами. Почему бы и нет? Так, Алиса и Брайн познакомились в школе. Думаю, что Келвин будет интересоваться пришельцами. Вообще, тем миром, что там находится в космосе. И Келвин у нас такой, очень любопытный. Итак, Линда возвращается со школы. Все замечательно. О, кстати, он повысился. Офигеть. Первый рабочий день и уже повышение. Стажер. Ага. Обсуждать политику. Следующая среда. Все понятно. У нас сегодня понедельник. Да, и мы, получается, играем до вторника. Офигеть. Нужно тогда быстрее ускорять все. Может, потому что серия затянется прям на целый час, наверное. Я не хочу так. Но два дня обязательно проиграю. Потому что это нужно. Да. Оскар воняет. Бывает. С кем не бывает. Поработать над ракетой. Придется работать. Ну, кстати, 10 минут это не так много. Так что. Плазменная гравилампа. Так, Элизабет отправляется на работу. Это хорошо. Кстати, уже золото. О! Нам нужно создать спутниковую тарелку. Поэтому мы отправляемся искать кристаллы и камни. Да, давайте будем копать. Так. Нужно тогда продлить день и найти какие-нибудь камни. Так. Вот там еще есть. Я вижу. Но, в принципе, давайте отправимся сюда еще. Копать. 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 А, все. Больше нельзя. Хорошо. Вау! Софи теперь может создавать сюрреалистические и ингредиенты. Импрессионистские картины высокого качества. Прям язык сломаешь. Но это круто. У нее же 9 уровень. Скоро уже будет 10. И она так быстро все это развивает. Мы пробежали камни. Ну, ладно. Так. Надеюсь, что мы успеем найти кристаллы и металлы. А что мы стоим? Почему мы стоим? Келвин. Он не хочет? Или что? Элизабет. Фестиваль. Шутки и забавы. Нажмите на... Что-то мы не ходим на эти фестивали. София, она сегодня не работает. Серьезно? То есть, он до сих пор отгул по болезни. Что-то слишком долго у нее затянулась эта болезнь. Хорошо. Так. Вот тут у нас еще есть камни. Копать. 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 Думаю, что этого будет достаточно уже, да? Так, Келвин, давай. Давай. Мне очень нравится эта карьера. И когда мы будем создавать еще эти эликсиры и все такое, это вообще круто будет. Так, что у нас тут? Рыбки плавают. Омар. Или как его называют? Это рак или кра... Рак. Скорее всего, это рак. Или омар. Что-то типа такого. Так. Бежим, бежим, бежим. Он оставляет за собой шлейф грязного дыма. Да. Прям очень грязный Келвин. Заработался у нас. Здесь смотрите, как классно. Никого нет. Так тихо. Вон там птицы летают. Вообще, очень классное место. Где можно уединиться и подумать о чем-нибудь. Это очень круто. Келвин находит карту сокровищ, которая нам не нужна. Прямо сейчас она нам не нужна. Да... Нет, копать. Давайте посмотрим, кстати, что у нас там тут есть. Кристалл. Это металл, наверное. Что-то... Вот два кристалла есть. Нет, три кристалла уже есть. Нам нужен еще один металл и... Все. Надеюсь, что это будет металлом. Пожалуйста, будь металлом. Я тебя прошу. Да, это металл, поэтому все мы можем создать. Я надеюсь. По крайней мере. Так. Изобрести устройство не можем. Серьезно? Почему? Обычный металл, обычный кристалл. Обычный нужен. Вы серьезно? Обычный, вы представляете? То есть не любой, а именно обычный. А это у нас необычный. Ну, они что издеваются? Вы серьезно? Вы думаете, мы сможем найти обычные кристаллы здесь? Это, конечно, жесть. Серьезно. Копать всю серию вот этих вот камней, это... Это жесть. Ну ладно, давайте ускорим. Будем ждать, пока он все это накопает. Потому что я хочу эту спутниковую тарелку. Розовый кварц. Но зато мы на золото сегодня справились, и это уже радует. Что-то как-то быстро мы все это сделали. У него ведь только третий, уже четвертый. Четвертый? Офигеть. Да, это круто. Нам нужно, кстати, повышать... Нет, не повышать, а выполнять цели у детей. Чтобы они получили черты характера дополнительные. И просто закончили школу на отлично. Так, радужник. Что-то мы прям все редко находим. Это плохо, нужно найти обычные. Копать, копать. Ну, мы уже не успеем. Сейчас мы отправимся уже домой. Повышение мы точно не получим. Так что, да. Встретимся дома. Итак, мы прибыли домой. Кстати, я добавил новую черту характера. Что-то там связанное с... С чем? Хорошей школы, да. Чтобы наши дети учились в хороших школах. И как бы получали хорошие оценки благодаря этому. Кстати, нужно отказаться от прислуги, потому что у нас уже есть дворецкий. Отказаться от прислуги. Все. Прислуга, до свидули. У нас есть уже дворецкий. О, все. Начинается. Линда у нас сердитая. Вы только посмотрите. Давай. Еще раз. Ударь его. Блин. Я хотел это сфоткать. Ну, ладно. Видимо. Видимо, не получилось. Не хочет она больше злиться. Да, ну, вообще она не злая девочка. Хотя... Я не знаю, какая черта характера выпадет. Ей может перейти от Софии черта характера злая. И... Так что, возможно, кто-то будет злой и в пятом поколении. Но надеюсь, что это обойдет нас стороной и все будет нормально. Так, Оскар. Оскар. Достей четвертого уровня в навыке обаяния. Так, давай ты пойдешь тогда развивать свой навык обаяния. Репетировать речь. Тебе это понадобится. У нас тут любовь-морковь. Смотрите, как они тут уединились. Вести политический... Что? Что-то там он хочет вести у нее. Вести политический... Да дайте мне дочитать. Спор от лица левых. И нужно продвигать... Продвигать нужно. Общественную цель. Карьера политика. Продвигать общественную цель. Похоже, что Дилан и Софи не разделяют политические взгляды друг друга. С этим персонажем будет сложнее совершать политические действия. Ну, ясно, понятно. Софи она у нас такая, она не хочет. Смотрите, вообще отказывается. А почему-то дворецкий только сейчас начал ухаживать за садом. Как-то странно. Весь день был у него, но... Он, смотрите, он сердитый. Она его разозлила. Я думал, что у них будет все хорошо, но... Бесит, когда приходится общаться с кем-то, кто поддерживается противоположных политических взглядов. Да. Это, конечно, жесть. Ладно, нужно выполнять домашнюю работу. Или давайте сначала посмотрим, сыграть в три партии в шахматы. Давайте сыграем в шахматы. Нужно с Келвином сыграть. Хотя Келвин, он очень устал. И... Хотя... В принципе, почему бы ему не сыграть вместе со своей племянницей? Да. Играть с... Келвином. Софи. А Софи нужно рисовать. Давайте мы отправим ее рисовать. Где ее комната? А вот она. Возобновить. Так, Элизабет у нас на работе. Она же придет уже скоро. Оскар развивает навык. А где наша Алиса? Алиса ничего не делает. Ей нужно, кстати, рисовать. Иметь столик для поделок. Мы это уже выполнили. И давайте мы отправим ее рисовать. Да. Как все просто, легко. Рисовать формы. Все, отправляйся. Я думаю, что можно уже ускорять. Пускай все развивает, все свои навыки. И... Да, потому что нам уже больше нечего делать. Нужно... Развивать навыки. Да. И смотреть на Луну, которой почему-то нет. Так, Элизабет превосходно справляется на работе. Какая же Элизабет у нас молодец. Так. Какой у нее там триместр? Третий триместр через 13 часов. Значит, она только в следующей серии родит у нас. Интересно, кого? Как вы думаете, кого она может родить? Мальчика или девочку? Ну, 100% это будет один ребенок. От кто именно, я не знаю. Так, Алиса может рисовать новую картину на столике поделок. Молодец. Питание. Давайте мы попросим дворецкого что-нибудь нам приготовить. Где наш дворецкий? Вот проблема в том, что его нужно теперь искать. Потому что он где-то ходит и... Точнее, она. А вот где именно, я не знаю. Как ее... А, вон она. Лол. Давайте мы попросим ее... Ой, блин, я задел микрофон. Надеюсь, что-то не было слышно. Дать задание. Приготовить еду на всю семью. Можно, пожалуйста, нам еду на всю семью? Не знаю, мне очень нравится дворецкий. Очень-очень-очень. Поздравляем, Софи. Ооо. Вау. Это круто. Вот только посмотрите на этот шедевр, который нарисовала Софи. Куда бы поставить? Зима. Смотрите, это намек на времена года. Я везде вижу намеки. Ставить картинку? Нет. Давайте мы тогда это продадим, потому что деньги нам очень... Хотя... Хотя вот это можно оставить. В дом памяти поставить и... Да. Пускай пока будет здесь. Вставить в рамку. Пускай висит здесь. Потому что это шедевр. Тем более, первый шедевр Софи. А может быть и не первый. Чуть-чуть я уже не помню. А, так. Келвин играет в шах... А нет, он же не играет. Дети пошли спать, а вы домашку выполнили? Вы что, ребят? Нужно домашку делать. Вам завтра в школу. Алло. Давайте просыпайтесь и делайте домашку. Вот не знаю. Где у них будет время на... На то, чтобы повысить навыки, потому что времени почти нет. Так, у Линды там кошмар снился. Кстати, за сколько уже прошло, я ни разу не видел чудовище подкрывать его. Ни разу. Ни разу мне не вылазило, потому что я очень редко играю с детьми. Да. Давайте. А вы можете как-то соединить ваши силы и делать вместе домашку? Можете, нет? Говорить про любимых животных. Намек на питомцев. Так, Сим ТВ. Все ясно. Понятно. Кто там болтает? Кто-то прям так активно болтает? Так, мороженое тут у нас. Фисташковая джелата. А, это Оскар. Он сам с собой разговаривает. Все ясно. Он, кстати, повысил навык, нет? Да, он повысил навык. Молодец, Оскар. Отправляйся спать. Потому что тебе завтра на работу. Так, Софи уже спит. И на работу, да? Через 8 часов. Ясно. Так. Дилан. Привет. Как же за? Что ты делаешь? Он... А, нам приготовили нюки с мускатом. Можно в холодильник? Нельзя. Потому что это приготовил дворецкий, да? Нет. Алида. А почему... Это... Это недоработка. Почему не можем положить это в холодильник? Это неправильно. Это ведь наша порция. Это для нас приготовлено. Почему не можем ложить? Как-то странно. Серьезно. Очень странно. Так Алиса делает. О, они решили сесть вместе. Это так круто. Давайте, делайте. Только не болтайте, пожалуйста. У вас очень мало времени. Давайте, давайте, делайте. Они очень похожи. Прям очень-очень-очень. Так бы хотелось посмотреть на них в виде тоддлеров. Но, блин. Вышли бы они на неделю раньше. Ну, что поделать. Но зато они побыстрее вырастут. И... Да. На тоддлеров мы еще успеем посмотреть. Так, ждем, 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 ждем. Что там еще делают наши палмеры? Дилан у нас просто ходит, идет спать. Не знаю, пойдет ли Доврецкий спать. Или вы будете всю ночь убираться. Смотрите, дома стало чисто. Это круто. Так, Алиса выполняет домашку. А Линда тоже. Все, ложитесь спать. Все ложимся спать. Да. Думаю, что мы встретимся утром. Итак, наши палмеры проснулись. Проснулись и... Да, сейчас все пойдут на работу. И я решил, что сегодня снова отправлюсь на работу с Келвином. Но я снимать это не буду. Я попробую сам создать там эту тарелку уже. И потом мы встретимся уже, когда все придут с работы. И да. Да-да-да. Сейчас они все кушают. Давайте тогда пускай не поболтают. Поднять настроение. Давно ты не разговаривал со своей сестрой. Попробуй как-то поделиться грандиозными идеями, которые у тебя там возникают в голове. Алиса у нас идет в школу. И да, и усталая Линда тоже идет в школу. Повысить один навык до второго уровня. Кстати, почему-то Алиса уже успела это сделать, а Линда нет. Хотя ей это важнее. Все, она встала. Кстати, почему-то она должна пойти здесь пропасть. Она пропала здесь. Ну, бывает. Так, у Элизабет все в порядке. Третий триместр через три часа уже. Вау. Возможно, даже она в этой серии родит. Кто знает. Все может быть. Все может быть. Так, Оскар. Оскар, ты отправляешься на работу? Все сегодня работают. Нам нужны деньги. Будем работать. И не покладая рук. Кстати, дворецкий вообще не спал. На удивление. Это очень странно, кстати. Не знаю, почему она не спит. Так, Элвин должен приступить к работе. Да. Я знаю. О, вампиры, кстати. Смотрите. Летучая мышь была. Тоже намек. Кстати, летучая мышь, она уже совсем давно. Так что, значит, вампиры были давно в разработке. И, кстати, Софи бегала на дорожке. Поэтому она похудела у нас. Воскомерная походка. Вот только посмотрите. Так, что-то не так с Элизабет. Кто нам звонит? Келвину звонят. Я безумно хочу есть. Но у нас сегодня нет времени. Сегодня мы отправляемся на работу. Вместе с Келвином. Возможно, мы получим повышение. И, да, мы, наверное, встретимся тогда, когда уже все придут домой. Итак, мы прибыли домой. И, представляете, сегодня день рождения у Оскара и у Софии. У них сегодня вместе день рождения. Вот удивительно, как так. Я не ожидал, что у них будет вместе день рождения. И, кстати, у Келвина через 10 дней. Так, а у них как раз-таки сегодня. Да. Они сегодня у нас именинники. Я думаю, что прямо сейчас мы приготовим торт. Да, давайте приготовим. Думаю, София займется этим. Готовить. Готовить торт-гамбургер. Да, почему бы и нет. И, может быть, Оскар поможет и приготовит. Хотя, мне кажется, у него не получится. Да. Так что ждем тогда, Софи. Ждем, ждем, ждем. Хотя, хотя, давайте, пускай попробует. Попытка не пытка, как говорится. И давайте мы приготовим шоколадный торт. Поболтать с Келвин. Ну, нет. Зачем? Зачем? Давайте, готовьте лучше. Потому что сегодня днюха. Нужно праздновать. А, так. Все, готовьте, готовьте. Против детей. Смотрите, он злится. Фу, дети. Некоторые персонажи совсем не могут терпеть присутствие детей. Ну да, Оскар краски относится к таким персонажам. Он просто ненавидит детей. Всей душой. И у него скоро будет ребенок. И посмотрим, что будет. Не знаю, не знаю, как он будет уживаться своим ребенком. Мне кажется, мне получится ужиться и... Да, детки, привет. Как дела? Как школа? Ну, что-то у них не так все хорошо, но... Домашняя работа. Так. Я отправлю их тогда делать домашку сначала, да? Так, детки, давайте. О, она играется. Вот только посмотрите. Привет. Нужно ее сфотографировать. Давайте мы ее сфотографируем. Отлично. Иди, пожалуйста, делай домашку. Это очень важно. Софи у нас ждет, когда Келвин приготовит торт. Да, ждем. Нет, Софи, подожди, не иди спать, сегодня день рождения. Возобнови торт и... Да, Оскара получилось приготовить, на удивление. Добавь, пожалуйста, свечей. И... Видимо, как-то поздновато будет устраивать вечеринку. Поэтому... Нет, мы вечеринку устраивать не будем. Да. Так, Софи, ты где? Давай. Доготавливай торт и... Просим, пожалуйста, всех прийти сюда. О, устроить что? Устроить здесь митинг в поддержку цели символюона для всех? То есть, Софи считает, что ей не нужны деньги? Серьезно? Как? Как так? Такого не может быть. Ладно, дети пускай... Нет, дети, ладно, пускай тоже идут. Домашку потом доделают. Все идем сюда. Так, Оскар. О, точнее, как Оскар. Келвин, пожалуйста, переоденься. Смени одежду на вот эту. Дилан, пожалуйста, тоже действие сменить. Нет, стоп, где? Вот. Элизабет тоже пришла. Прям очень вовремя. Беги сюда. У нее, кстати, третий триместр. Она будет рожать. Наверное, сегодня ночью. Да, она будет ночью рожать. Давайте тогда подождем. Если она ночью родит, тогда я не буду заканчивать серию. И мы посмотрим как раз еще на ребенка. Да. Так, что там? Как там наш торт? Что-то он очень долго. Что-то там говорит наш этот... У него шестой уровень. Офигеть! Шестой уровень. А мы еще не хотели ее устраивать на карьеру повара. Нет, нет, нет. Зачем ты ставишь в холодильник? Софии. Серьезно? Зачем? Торт нужен здесь. Добавить свече на торт. Все. Добавить ты не можешь? Это слишком сложно для тебя. Ну, вон Оскар поставил. Все нормально. Почему ты не можешь? О, как это мило. Только посмотрите. Они обнимаются. Муж-жена. Официальный, кстати, муж-жена. Это очень важно знать. Да. Уже ночь. Ночь, ночь, ночь. Все, свечки поставлены. Нужно как-то теперь поставить торты. Все, все нормально. Так. Загадать жел... Нет, стоп. Можешь, Оскар, подойти сюда. Пожалуйста. Прям просто беги. Беги сюда трусцой. Давай. Что там смеется? Угорает. Нужно успеть спраздновать день рождения. Давайте. Кстати, у нас сад в очень хорошем состоянии. А мы еще думали, кто будет за ним ухаживать. У нас вон дворецкий есть. Поэтому, да. София у нас убежала. Вот прям за этими персонажами невозможно углядеть. Они куда-то всегда уходят. Будут у нас праздновать день рождения в купальниках. Так что, да. Давайте, бегите сюда. Стоп. Стоп, я сказал. Да. О, серьезно. Не надо смотреть. Так, стоп. Я должен это сфотографировать. А почему, почему отменилось? Задуть свечи. Так. Во-первых, нужно ее сфотографировать. Это как-то, блин, надо было ее переодеть. Но, что поделать. В купальнике, значит. Стоп, а он. Келвин, давай. Стоп, стоп, стоп. Все. Замечательно. Давайте посмотрим. Да. Все. Ого, смотрите. Изменили вот эту табличку. Раньше она другая была. Взрослая... Взрослая жизнь. Вас ждут осуществление мечт. Планирование пенсии. Критис... Критис среднего возраста. Отличное время начать выполнять свои жизненные цели. Так, ясно. Что-то у меня язык заплетается. Фотографии можно посмотреть в редакторе снимков экрана. Это понятно. Итак. Оскар. Замечательно. Давайте посмотрим на них. Как они выглядят во взрослом облике. Так. Софи, пожалуйста, переоденься. Сменить одежду. Вот теперь ей эта одежда будет очень сильно подходить. Да. С днем рождения. Так. Смотрим. Софи вообще не изменилась. Ну, хотя... Хотя видно, что... Что-то такое уже есть. А вот... Оскар. Да, он изменился очень. Очень изменился. Он стал таким... Более полным. Ого. Он так пополнел. То есть, он был худым. Сейчас он... Спраздновал день рождения и стал сразу полным. Это... Странно. Серьезно. Очень странно. Появились мускулы и... Не знаю. Жир... Жира прибавилось очень много. Ну, ладно. Пускай так будет. Будем доставлять его бегать. Все. Все-все-все. Элизабет у нас спит. Я думаю, что можно помотать время и подождать. Может быть, она сейчас будет рожать. Нет. Видимо, нет. Видимо, не сегодня. Нет. Сегодня обязательно. Но, видимо, не ночью, да? Давайте попробую поставить на паузу. Подождать до утра. И потом уже закончу серию. Нет. Видимо, сегодня Элизабет не будет рожать. Поэтому будем тогда ждать роды в следующей серии. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Не забывайте подписываться на канал. Ставьте лайки. Вступайте в наше сообщество Аня Армания. Да. Ссылка будет в описании. А с вами был Мустер Армуника. Всем пока.